Самарский народный ансамбль «Вера» выступает на сцене уже почти 30 лет. Сменилось несколько поколений артистов-любителей. С концертами исколесили всю страну. Но только с осени прошлого года у них появилась своя мобильная сцена на базе мини-грузовика. В комплекте акустическая система и автономное электричество. Теперь артисты могут давать концерты даже в самых отдаленных уголках региона. Есть в Волжском районе населенные пункты, в которых нет стационарных учреждений культуры домов, культуры клубов. Поэтому да, такая машина нам нужна. Мы на ней проехали уже много населенных пунктов, сел и поселков Волжского района. Поэтому очень удобно. Благодаря национальному проекту «Культура» автоклубы появились в пяти районах Самарской области. До конца 2024 года подобными сценами на колесах должны обеспечить все районы. В будущем автоклубы превратятся в настоящие досуговые центры с кинотеатром, интернетом и библиотекой. Коллективов у нас столько, что мы можем обеспечить, наверное, я не знаю, 365 дней в году. Мы можем выезжать и выступать. Составляет специальный график, план мероприятий, по которому выезжают в деревню, показывают концерты. Мы все-таки хотим посмотреть и на содержательную часть тех мероприятий, которые проводятся. Именно на это мы сегодня обратим внимание с нашими федеральными коллегами. К концу реализации нацпроекта в России должны появиться 600 автоклубов. Около двух тысяч муниципалитетов должны получить хотя бы один мобильный центр. Из федерального бюджета на программу выделили 3 миллиарда рублей. Как реализуется нацпроект в Самарской области, оценили представители Общественной палаты России. Очень важно, чтобы все приоритеты, которые были определены и заложены в национальном проекте в сфере культуры, они были сохранены. Чтобы те позитивные тенденции, которые наметились в сфере культуры предыдущие годы, чтобы они сохранились и были закреплены в национальных проектах. Сегодня в России около 100 тысяч деревень не обеспечены домами культуры. Но благодаря автоклубам эта ситуация изменится к лучшему. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События.